Сегодня мы подводим итоги уходящего 2017 года, проводим расширенную итоговую коллегию Департамента лесного комплекса и, разумеется, будем говорить о тех плюсах и о тех минусах, которые мы зафиксировали в уходящем году. Год был неоднозначный, год был достаточно сложный, но, тем не менее, мы по-прежнему остаемся в тройке лидеров Российской Федерации по заготовке древесины. У нас по-прежнему продолжает развиваться углубленная лесопереработка. Около 70% мы перерабатываем, и губернатор поставил новые задачи в ближайшее время, в ближайшие годы, довести этот показатель до 100%. У нас очень удачный год сложился в плане противопожарной безопасности, но в большей степени этому способствовала погода. В этом году климат был, мы сами видели, какой дождливый и влажный. Тем не менее, наши пожарные расчеты были на чеку, у нас было все подготовлено, и дороги, и транспорт, и личный состав, и авиалесоохрана активно способствовала контролю за ситуацией. У нас положительные изменения по-прежнему в деревянном домостроении, мы увеличиваем темпы производства комплектов домов. Ну, соответственно, лесовосстановление у нас в этом году, рекордный объем, 72 тысячи гектаров было подвернуто лесовосстановлению, это на 39% больше, чем в прошлом году. Есть свои, как я говорил, проблемы, это рост незаконных рубок, это вновь активизировались черные лесорубы, в особенности серьезные опасения вызывает Бабушкинский и Сокольский район. Вот на эти темы мы будем и сегодня обсуждать и разговаривать, все ли мы делаем для того, чтобы улучшить и усовершенствовать, и сделать более эффективной нашу работу. Либо есть у нас потенциалы резервов, а они обязательно есть, просто нужно внимательнее к ним относиться, как и в целом к выполнению своей работы. Продолжение следует...